В детской школе искусств поселка Развилка состоялся международный фестиваль-конкурс музыкальных искусств «Примавера». Мероприятие проходит в нашем муниципалитете уже не в первый раз. Организаторов фестиваля с руководством ДШИ связывают давние дружеские отношения. Три раза этот конкурс проходил в стенах этой школы. Вначале это были раздельные конкурсы, народные инструментальные исполнительства и классические инструменты. А в этом году этот конкурс объединен в рамках Года народных культур и традиций России. Этот конкурс как раз проводится многожанровым. Организатором конкурса выступил Международный творческий центр «Мирис», направление работы которого – развитие талантов и проведение конкурсов в области исполнительских искусств. Стоит отметить, что директор центра Ирина Рустамова сама человек творческий и занимается созданием эксклюзивных костюмов для кукол. В этот раз мы решили показать участникам конкурса этих кукол как частную коллекцию, просто как украшение, как особенность конкурса. В фестивале «Примавера» могли принять участие как воспитанники областных школ искусств, так и студенты музыкальных вузов вместе со своими преподавателями. Вот такие мероприятия – это, конечно, мощный культурный проект, мне так представляется, потому что мы формируем настоящую, работящую, творческую, талантливую, умную молодежь. И фактически мы закладываем будущее нашей страны. Конкурсанты выступали сразу в двух залах школы – камерном и большом. Оценивали участников профессионалы, обращая внимание не только на технику исполнения, но и эмоциональную составляющую. Сразу хочется заметить эту струнку у человека, когда он выражает какое-то свое отношение к музыке. И вот тут это личностное качество, если оно проявляется, оно, конечно, самое главное. На сцене развилковской ДШИ выступила выпускница школы искусств поселка Володарского Виктория Круглова. Сейчас девушка учится в музыкальном колледже имени Скрябина. Сегодня я буду играть экспромт Скрябина, сибемоль минорный и токатину Бабаджаняна. Мы готовились с сентября к этому конкурсу, учили новую программу. Так что надеюсь, сегодня все будет хорошо. Фестиваль проходил в рамках Года культурного наследия народов России. Участники должны были подготовить сразу несколько произведений. Я очень люблю играть на сцене, в принципе, выступать, поэтому для меня это какой-то выброс энергии, можно сказать. Я поделилась залом тем, что я хотела поделиться. По итогам фестиваля лучшие исполнители получили заслуженные награды и грамоты. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.